что мы делаем как вы думаете друзья сегодня сушила волосы в зале и увидела неистовые какие-то антенны серебряного цвета из моей головы но стресс конечно дает о себе знать и мириться с ними я не хочу на помощь приходит алиса боже блин ну это же все волосы я пока не крашу друзья хожу с натуральным цветом ну вот такие вот предательские белые волосешки убираю таким образом знаю что вы сейчас скорее всего напишите мне что так делать нельзя вырвешь один на его место придет 15 ну что делать всем привет дорогие друзья это мой новый влог и я решила снимать показывать вам свои будни что сейчас происходит как я провожу время чем занимаюсь и сейчас я приехала в студию после тренировки в спортзале последние несколько дней не могла себя собрать с утра за мне было очень лениво я очень хотела спать я решила почувствовать свой организм дать ему то что он хочет отдыхала и вот сегодня решила возвращаться в прежний режим вчера у меня был очень классный продуктивный рабочий день который меня если честно вдохновил и зарядил на как раз таки большее количество работы поэтому сегодня я намерена сделать много и надеюсь что у меня это получится потому что скажу честно в последнее время конечно собраться очень сложно делать что-то очень сложно но мы должны это делать и хочется в блоге как-то вас зарядить и немножечко возможно замотивировать в общем давайте проведем вместе время я накрасилась и сейчас макияже я использую вот такой вот baby от миша а я вам про него на своем тюбе рассказывала уже долгое время у меня его не было сейчас я захотелось ему вновь вернуться мне нравится что он очень хорошо выравнивает сглаживает кожу и при этом абсолютно не ощущается из того что я вам еще не показывал это наверное вот этот тушь от лореаль на ресничках у меня именно она это новинка тушь была разработана специально для российского рынка и она делает ресницы просто вау как я люблю объемные зеленые яркие из того что я вам еще не показывала бальзамчик открытие на косметик с меня новые в оттенке джуси я сейчас переживаю такой период как и многие когда кожа сохнет губы сохнут и поэтому я в большей степени ношу именно бальзамные текстуры на губах так что вот мейк сделала как-то знаете дисциплинирует я всегда об этом говорю что макияж дисциплинирует и вот начать начиная свой рабочий день как раз таки с него ладно пойдемте покажу вам что-нибудь еще сегодня интересненького надеюсь хочу показать вам свой лук и сегодня когда я одевалась я поняла что случайно оделась в одежду полностью от русских дизайнеров я кстати давно любила покупать вещи не только в индекс который сейчас прикрыт в общем такая джинсовая рубашка у меня белая боди лаковые штанишки и здесь студия хожу в кедах у нас за окном к сожалению пока что в кедах не походишь потому что лежит снег толстенным слоем на улице минус но уже солнце светит солнце конец марта я не знаю почему в этом году тепло задерживается но видела что в москве уже плюс уже люди без курток ходят поэтому верю что в екатеринбург тоже скоро придет классная погода друзья неожиданно я оказалась торговом центре в общем вот так сейчас собственно выглядит торговый центр это второй этаж здесь в основном индотексом там напротив ойша дальше идет пулынбир бершка и это все пока что закрыто нашла в манго такие классные джинсы черные в стразах есть и есть синий мне вот очень понравились синий моего размера к сожалению нету стразах мне кажется очень классно с белыми кедами просто как такая акцентная вещь единственная цена конечно сейчас не самое приятное 5 799 но друзья дорожает абсолютно все такая новая реальность но как вариант имейте ввиду прикольно так друзья я уже оказалась в лайме и в общем я конечно хочу показать вам некоторые позиции которые мне понравились мне например приглянулось вот такое платье я на подобное смотрела на зимние распродажи в январе в заре оно было чуть более песочное бежевое но также со вставками такого стекляруса страз но стоило наверное около 3000 я подумала не да не буду брать ну собственно сейчас лайм предлагает нам подобное за 6 999 вот ну я конечно очень расстраиваюсь виде подобные ценники а вот эти платья подобное я приобретала в прошлом году тоже в лайме немного из другого материала мне кажется более какой-то симпатичный было но фасон похожий в целом идея похожа я покупала наверно около 4000 а сейчас подобное ну в принципе в той же ценовой категории но чуть подороже кстати мне вот это платье очень нравится но так конечно непонятно но я видела его на сайте на некоторых блогерах она интересная такой знаете вариант офисный но с изюминкой стоит 7000 рублей йог макарек ладно почему такие новости вот такие ценники друзья ну что мы оказались в нашей квартире мы сюда заезжаем сейчас каждый вечер да и принципе во всем процессе стройки ремонта мы заезжали сюда каждый день для того чтобы контролировать все процессы потому что такой объем работы очень сложно удержать бывает что-то в голове вроде бывает поговоришь приезжаешь смотришь что-то где-то не выполнили что-то где-то наоборот перевыполнили поэтому для того чтобы минимизировать эти вот моменты мы стараемся все контролировать сами также у нас на самом деле все близится к завершению, и я конечно хочу вам рассказать, как отразилась вся ситуация на нашем ремонте, потому что уверена, что многие сейчас также проживают такой важный период, и многие мои подписчики просили мне рассказать, как мы, что мы решили делать, потому что на самом деле, конечно, мы не успели заказать всю мебель, мы успели купить только важную технику, например, телевизор я вам показывала во влоге, кухонную технику, это мы закупили, чему очень рады, потому что она, конечно, невероятно выросла в цене, но корпусную мебель, кухню мы не успели заказать, кухня в пересчете на текущий момент выросла практически в два раза, мы пытались ее всячески удешевить, убрать различные, поменять материалы, но все равно она стала стоить очень дорого, но мы подумали, что сейчас такой период, тратить такие деньги на мебель как-то, наверное, не будет неблагоразумно, поэтому мы вспомнили о подрядчиках, которые выполняли ремонт, а точнее выполняли кухню родителям моего мужа, мне кажется, лет пять, наверное, да, назад? Да, лет пять назад по очень хорошей, приятной стоимости обратились к ним, и они нам посчитали кухню в два раза дешевле, чем мы планировали, чему мы, конечно, рады. Конечно, как я уже сказала, многие материалы мы заменили, то есть, например, у нас не будет каменной столешницы, мы решили поставить туда временно пока что в пастформе, потом посмотрим, если поймем, что готовы поменять его, обязательно поменяем, вот. Но, вы знаете, я абсолютно не расстраиваюсь, я уже смирилась со всем, и мне просто важно уже сейчас что-то делать по максимуму и переехать. Конечно, мы сейчас не будем, например, заказывать полностью спальню, делать мебель в нее, потому что у нас есть кровать, у нас есть тумбочка, у нас есть комод, и мы решили заехать с тем, что есть, ну и закажем уже, возможно, новую мебель в нашу спальню, когда как-то разрешится вся ситуация, когда мы поймем вообще, как планировать будущее. Что касается санузлов, у нас здесь два их в квартире, и мы решили полностью сделать наш, которым мы будем пользоваться, а второй, гостевой, мы его сделаем так, прям по минимуму, мы тоже уже в процессе, видимо, когда будем жить, решим, что с этим делать. Гардеробная, про которую я рассказывала вам, она, кстати, у нас здесь практически готова, давайте покажу. Здесь мы поклеили обои, как вы видите, кстати, у нас двери встали, ну, точнее, вы видите вот эти вот косяки, вставки, а сами двери пока сняты. Обои поклеены, уже практически покрашены, у нас также покрашены вот эти вот фасады оконные, мы их сделали в такой темно-серый графитовый оттенок, изначально они были белые, мне кажется, это очень контрастно и круто выглядит. Гардеробную мы планировали полностью заказать из Икеи, но Икеи, как вы знаете, в России сейчас нет, поэтому мы пока решили, что просто поставим сюда рейлы, самый такой дешевый, простой вариант, временный, ну и дальше уже тоже посмотрим, что будем с этой комнатой делать, возможно, как-то переиграем наши планы. съемочная, съемочная оказалась очень просторная, очень большая, и сейчас, когда уже здесь обои, как-то все вот меняется, потолок, начинаешь ощущать пространство, потому что изначально казалось как-то воздуха меньше, а сейчас, несмотря на то, что здесь пока все вот действительно в стройке, ты понимаешь, что квартира просторная, квартира большая, и скоро здесь встанет кухня, и я сяду завтракать с видом на свой офис, который буквально через дорогу, и буду заряжаться на новый день. На самом деле, когда мы сюда приезжаем, представляем, как-то планируем, это очень расслабляет, несмотря на то, что планы, как я уже сказала, ноги отменились, я не расстраиваюсь по этому поводу. Сначала, конечно, когда ты представлял себе один проект, и у тебя есть визуализация, ты думаешь, блин, как классно будет, если будет все как на картинке, ну, а сейчас как-то я отношусь уже к этому намного спокойнее, понимаю, что это далеко не самое важное. Вот, как-то так. Поделилась с вами мыслями о нашем ремонте. Если вы также сейчас на стадии этого процесса, обязательно пишите в комментариях, с чем вы столкнулись, потому что я знаю, например, многие поставки сейчас приостановились, вот техника, которую мы закупали, ее, например, сейчас просто не будет, поэтому, поэтому, да, сложно, но прорвемся. Мы сегодня, судя по моему аутфиту, выезжаем кататься на горы. У нас сегодня 27 марта, и мне кажется, это впервые за последние лет 5 точно, когда под конец первого месяца весны мы едем кататься на сноубордах. В общем, так как сезон позволяет, решили ловить момент. Ну и плюс, в любом случае, на природе лучше, чем дома, потому что дома все равно волей-неволей ты смотришь новости, и голова постоянно в напряжении. С собой взяла пирожочки, которые приготовила моя бабушка с луком и с яйцом. В общем, вот, погнали вместе с нами, проведем этот день на горе. Время, кстати, сейчас почти 9 утра. Мы обычно всегда перед катанием ездим завтракать куда-нибудь в кафешку и приезжали на горы уже ближе к 11. Поняли, что хочется утром классно кататься, чтобы днем не стоять в чердях, потому что часа в два на горы придет очень много людей, и очереди на подъемниках действительно достаточно большие, поэтому решили, что позавтракаем дома, зато больше покатаемся. Ну что, друзья, мы приехали, и здесь, кажется, нас ждут идеальные трассы. Я прям чувствую, как я сейчас буду лететь, как по рельсам. В общем, план у нас такой. 8 подъемов у нас есть на каждого, поэтому надеемся покататься, а не устать и кайфануть. Так, друзья, это гора Ижовая, единственная классная гора на Урале, которая не сильно далеко, и на которой вы можете найти разные трассы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, обожаю все-таки стайлер. Это, конечно, быстро, просто и красиво. Ну, а сейчас, я думаю, что пришло время немного подкраситься. Сейчас покажу вам свой процесс макияжа, из чего он состоит. И что касается тона, то первое, что я буду использовать, это свой праймер. И я сейчас подмешиваю его в BB от Миша. Использую его в оттенке номер 23. Вы знаете, что я очень люблю комбинировать свой праймер с BB Air Borean, но сейчас за окном такая серость. И, если честно, в такую погоду хочется чуть более плотное, перекрывающее, ровное покрытие. Поэтому я использую BB от Миша. Он отлично подстраивается. Он сначала идет, конечно, такого, знаете, холодно-серого оттенка, но когда вы его растушевываете, особенно вместе с праймером, он все-таки уходит в такой хороший, натуральный, естественный оттенок. Если вы чуть более теплая, чуть более загорелая, чем я, то я рекомендую вам попробовать оттенок номер 32, либо смешивать 23 с 32. Но я все хочу его поймать и приобрести для себя, но в последнее время его часто нет в наличии. Так что вот, давайте сейчас подкрасимся, а потом мы вместе с вами сегодня пойдем на обзор. Я хочу сходить в Outfit. Это место, где у нас в Екатеринбурге представлены всякие российские бренды. Ну и вы меня часто спрашиваете про одежду, что я люблю, что я выбираю, что я покупаю. Поэтому я думаю, что эта часть лога тоже будет вам интересна. Мой мейк. готов. Давайте покажу, что я делала. Помимо праймера и тона, который я вам уже показала, у меня был консилер Tom Ford. Дальше я оформила брови при помощи карандаша от Gucci и гель Luxe Visage. Бронзер-шайба от Chanel. Румяшки от бренда Rose Ink в цвете Azalea. Очень они красиво выглядят, нереально освежают. На глазах у меня тинт Luxe Visage. Такой вот матовый. Обожаю эти тинты. У меня это оттенок 102 Dusty Rose. Карандаш от бренда Payser. Коричневый soft brown. Он нереально тушуется. Оттенок называется Dark Chocolate. Палетка от Beko, которой, к сожалению, нигде нету. Мечтаю сделать такую же. И тушь от Gucci. Собственно, это все. На губах у меня просто бальзам от бренда Bobby Brown. Сейчас я такой вот металлической шайкой. Думаю, что потом подкрашу немножко контур губ. Можно добавить какую-нибудь помаду. И все. Мой мейк закончен. Так, ну что, я уже пришла в аутфит. И сейчас хочу показать вам много красоты, потому что, на самом деле, здесь действительно представлены интересные бренды, которые мне нравятся. Например, бренд Chooks. Такие майки мне понравились. Вот эти пловеры. Дальше я хочу посмотреть какой-нибудь плащ, тренч, потому что я надеюсь, что все-таки весна наступит. И, честно, мне понравились тренчи от бренда Sorrel. Вот эти вот. Они есть тут в трех вариантах. Вот такой бежевый молочный, Haki и Camel. Мне кажется, что мой вариант это Haki. Вот такие еще тренчи очень красивые. Тоже такие более женственные, что ли. Те более oversize, немножко в стиле нулевых. А это вот по силуэту. Я примерю оба варианта и покажу потом вам. Вообще, конечно, здесь очень красивое пространство. Мне всегда так нравятся стилюстры. Пойдемте. Это, кстати, тоже тренч классный, кожаный, лаковый под мои брючечки. Ребятки, кажется, я нашла идеальные черные брюки-джинсы. Они прям очень красивые. Это бренд Authentiment. Они расстегиваются как сзади, вот так вот на молнии, так и спереди. Примерила их вот с таким черным жакетом с завязками бренда Sorrel. Конечно, очень модно, очень стильно. Но мне кажется, что эта вещь такая, знаете, один раз вышел, засветился в ней, и потом уже как-то не очень будет уместно в нем появляться на мероприятиях. В общем, красивая, стильная, яркая, поэтому если хочется что-то акцентное, то да. У меня настроение такое, знаете, сегодня базовый гардероб. Так, ребятки, смотрите, какой расслабленный и при этом очень стильный лук. Я примерила такие черные брюки с защипами, белая рубашка из плотного хлопка и бомбер. Он, кстати, очень утепленный, в нем прям жарко даже сейчас. Здесь, видите, такие классные рукава. И я дополнила это белыми кедами. Как-то так. Как вам? Примерила еще один вариант Тренча. Это бренд Сорель. Также в аутфите представлен. Вот такой молочный с красивыми, знаете, деталями. Мне кажется, что он выглядит как будто бы дороже и интереснее, чем вот этот вот Хаки. Потому что такой, в принципе, можно, мне кажется, найти в других брендах. А вот этот, он такой какой-то вот прямо запоминающийся, очень красивый цвет. Я очень надеюсь, что у нас все-таки, знаете, будет весна и можно будет спокойно уже ходить в светлых оттенках и не бояться их испачкать. И также я примерила красивое вязаное платье. Оно по фигуре. И так как оно вязанное, немножко просвечивает, поэтому я не могу больше ничего показать, потому что оно, правда, такое достаточно откровенное, но очень женственное. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, имейте в виду, что в Сорель тоже есть варианты женственных таких вот по фигуре платьев. что думаете? Пишите в комментариях, что мне взять. Так, друзья, давно не было рубрики Unpacking, я сейчас пришла в студию, смотрите, какая у меня коробка, я думаю, по тому, что здесь изображено, вы уже понимаете, что лежит внутри. Это подушка, и сейчас я хочу вместе с вами распаковать эту коробку. В общем, на самом деле, хотела сказать, что сон для меня это самый главный антистресс, и вы знаете, что мы делаем ремонт в квартире, скоро будем переезжать, и, естественно, я озабочена тем, чтобы обновить полностью все, в том числе и, конечно же, подушку для сна. Поэтому давайте сейчас ее вместе распакуем, и я вам подробнее про нее расскажу. Итак, ну что, давайте откроем эту коробку. Это подушка от бренда Beauty Sleep. Такая красивая, такая легкая. Так, ну что ж, посмотрите, какая у нее интересная форма, почему я на нее, во-первых, обратила внимание, потому что я слышала очень много отзывов о том, что это действительно бьюти-подушка, потому что она заботится о красоте вашего лица. Как вы видите, здесь есть специальные вот такие выемки по бокам, а также есть вот такое углубление в центральной части подушки, которое будет способствовать тому, чтобы у вас не было никаких заломов на лице во время сна. Например, я очень часто просыпаюсь, и у меня прямо, знаете, от наволочек, от подушек остаются на щеках в такие заломы. Ну и также, как я уже сказала, самый главный антистресс, особенно сейчас, это здоровый сон. Никакое классное здоровое питание, никакие тренировки не будут вам помогать восстанавливать ваши силы, в то время, как сон действительно всегда нас на 100% может перезагрузить и восстановить. Я буду тестировать эту подушку сейчас в ближайшее время, и чуть позже обязательно поделюсь с вами более подробными впечатлениями о ней. Заберу ее сегодня с собой, и наконец-то буду на ней спать. Так, ну что, покажу вам, друзья, что я все-таки взяла сегодня в аутфите. Я, конечно же, не ушла с пустыми руками. В общем, выбрала для себя вот такой вот светлый молочный тренч, длинный, классический, очень красивый. Я надеюсь, что скоро все-таки начнется весна, и я буду его выгуливать. Дальше взяла из такой черной джинсы брюки, очень красивый по фигуре сидят, спереди есть разрезы, можно, кстати, сзади сделать эти разрезы, молнии есть спереди, сзади, классные. И также я взяла черное платье из очень красивой ткани, оно так слегка переливается, длина мини. Ну, у меня в планах, может быть, его на день рождения, на свой надежный, который у меня будет в середине мая. Не знаю, пока где я буду в этот день, потому что планов никаких нет. Вообще, отмечать день рождения пока тоже не хочется никак, но вот платье уже есть. Так что вот, всем доброе утро. Итак, друзья, у нас сегодня суббота, я проснулась сегодня в 7.30, выспалась, намазала сейчас крем, вышла из душа, сейчас буду делать маски. У меня сегодня мероприятие в Золотом Яблоке, в родном Екатеринбурге, что бывает очень редко. Буду делать сейчас очищающую маску для высветления кожи, от Clam Glow, дальше сделаю увлажняющую, напитывающую маску, и только потом нанесу весь свой уход. Кстати, я уже 3 дня сплюну подушки от Beauty Sleep, которые я вам показывала в распаковке, и хочу рассказать о ней поподробнее, потому что я осталась под очень приятным впечатлением. Так, друзья, эту маску я держу буквально 3-4 минуты, не больше, потому что иначе она может оставить такие, знаете, прям ожоги. Она очищающая, стягивающая и высветляющая. Беленькая, это у меня в розовой упаковке, потому что это была лимитированная коллекция с Барби. Следующая маска после Clam Glow у меня сегодня вот эта от Sensai. Знаете, я про нее забыла, она так хорошо смягчает кожу, и вот после очищающих, стягивающих масок это то, что нужно. Сейчас она напитает кожу, увлажнит, и пока она это делает, я заполню ежедневник 6 минут. Мне кажется, что в влогах годовалой давности я, возможно, даже показывала процесс, когда я его заполняла, и честно, вот сейчас такой период, когда я вновь к нему вернулась, и мне очень помогает это настраиваться на день. Я даже немного перечитала как раз-таки вводную всю часть и открыла для себя много нового. То есть, спустя время те фразы, которые тогда на меня как-то отложились, отразились на мне, они сейчас проявляют свое влияние. Так что вот. Итак, ребятки, ну что, я уже 3 ночи сплю на подушке, которую я вам показывала в распаковке от бренда Beauty Sleep, и сейчас хочу рассказать о ней поподробнее, потому что я правда осталась под очень приятным впечатлением. На самом деле, я стала лучше и как будто бы даже глубже спать. Я стала высыпаться. Мне очень нравится то, что здесь вы можете... Здесь есть такие две опции, то есть, либо вы кладете голову в центр, где есть такое специальное углубление, и оно очень приятно, оно классно поддерживает шейный отдел, а также вот эти вот боковые зоны для того, чтобы вы могли ложиться в эту подушку получается лицом, и у вас не будет никаких заломов. То есть, она так идеально продумана, что действительно лицо у вас туда погружается, но при этом нет никакого излома, все очень удобно, с утра вы просыпаетесь, нет никаких заломов на лице, каких-то отеков из-за того, что вы неправильно лежали. В общем, на самом деле, я правда под приятным впечатлением, возьму ее обязательно с собой в новую квартиру, а также мне кажется, если вы хотите проявить заботу, то такая подушка будет отличным подарком для ваших близких. Поэтому я правда вам от души рекомендую, если вы так же, как и я, понимаете, что сон это один из самых главных методов восстановления, то имейте в виду. Что, я уже собралась, сегодня решила иметь платье, и еду в золотое яблоко. Хочу немного показать вам нашего прекрасного весеннего состояния на 2 апреля, друзья. второй месяц весны, как говорится, практически в разгаре, и за окном мы видим примерно вот такое количество снега, какое мне кажется, мы даже не видели в декабре и в январе. Вот, дороги абсолютно не чистят, едешь как будто бы реально по сугробам. Вот, ну и сегодня целый день прогноз погоды обещает, что снег будет валить прямо. Я в своем телеграм-канале, кстати, утром иногда устраиваю перекличку со своими зрителями, читателями, и многие, кто проживает в России, скидывают, что сейчас действительно творится какая-то аномалия. Так что, ну, надеемся, что все-таки весна наступит. Я тут вспоминала и пересматривала архив в фотопленке в айфоне. Оказывается, практически год назад, именно 6 апреля, я первый раз побежала именно по парку. Уже было сухо, не было снега, свела, мне кажется, вся зелень. Но сейчас, видимо, это будет не скоро. Посмотрим. Я с нетерпением, если честно, жду сезона прогулок теплых и пробежек. Ладно, погнали в яблочко. Ну что, мы уже в золотом яблоке, я сегодня с Алисой. Последний раз мы работали, по-моему, в конце мая или в июне вместе. Короче, практически год назад. Мы сегодня будем делать полные образы. Надеюсь, что будет много народу, будет классно, весело. В общем, буду обязательно снимать, как проходит наш сегодня рабочий день. Я сегодня в платье. На самом деле, я на мероприятии, почему-то очень редко надеваю платье, потому что у меня обычно либо брюки, либо джинсы и жакет, так как это удобно возить с собой. А так как сегодня я дома, мне не пришлось собирать чемодан и куда-то лететь, я надела платье. Сейчас покажу вам его в другое зеркало, чтобы было понятней. Вот Алисинь лук тоже в платье. И вот мое платье. Сколько раз я сказала слово платье. Грубые ботиночки, чтобы было удобно. И that's all. Пойдемте. Так, ну что, я на бельтезоне, мы тут совсем немножко косметики взяли. Палеточки, там форсмирские, красивые. Куча всякой красоты. Тинты в этот Диор будем пробовать новые. Я такие еще оттенки не пробовала. Это номер 351 и 761. В общем, интересно. Буду стараться вам показывать все сегодня на девчонках, которые, кстати, пришли. Можно я вас подсниму чуть-чуть? Это для влога, который, надеюсь, скоро выйдет. Смотрите, это просто реально нанотехнология. Какой я только что увидела чехол. Так, в общем, видите, он сразу же с фонариком подсвечивает. То есть это очень удобно. Поэтому, друзья, обалдеть. Холодный, теплый и микс. Видите? Во-первых, у нас роскошный образ уже готов. Вероятные глаза и еще раз чехольчик. Реклама. Да. Вот так вот, друзья. Я даже о таком чехле не знала. Ну что, друзья, мы сейчас пришли на обед. На обед мы взяли с вами пиццу, салатики и чаечек. Короче, на самом деле, я всегда в таком прекрасном настроении пребываю, когда у нас такая классная работа в Золотом Яблоне, потому что мы встречаемся, общаемся, заряжаемся. И сейчас я узнала, что, возможно, будут еще какие-то командировки в апреле в другие стороны, в другие стороны города. В общем, вот. Но пока непонятно точно, когда и куда. За всеми новостями следите в инстаграме, как обычно. И, конечно же, не забывайте, что теперь я активно развиваю еще одну соцсеть, телеграм. Смотрите, какой у нас красивый салат, невероятно красивая пицца. Приятного аппетита! К нам пришла Настя. И, кстати, пока ты отходила, люди вспомнили тебя из влогов, как ты чуть не вылила... Привет! Как ты чуть не вылила, что? Это было не запланировано. Глиндвейн. Глиндвейн. Короче, как мы познакомились? Лиса ко мне пришла как клиент на макияж. Она, значит, заходит в голубых джинсах и в полосатой рубашке и я стою в точно таком же. Я такая, думаю, ну ладно. Потом мы начали, значит, я ее начала красить и в процессе подняла, что ну окей, мой человек, все хорошо. Потом, значит, был еще один раз зеленый жакет. Я помню, были у нас одинаковые зарпиели. Причем, что тоже я его купила в Вене. А я его купила перед Москвой, в Москве. Ой, да, у нас. Я прихожу, Алена на меня так смотрит и смеется. Я говорю, что ты смеешься? А ты Ленин пиджак взяла? Я говорю, что? Я не поняла. Уженьки. Вот, а потом, значит, я была на Кипре и такая, скидываю Алисе это платье и пишу, такое платье красивое, хочу заказать. Такая, я уже заказала. Я такая, думаю, ну не обидится, наверное. Тоже. Я помню, у нас были кожаные узкие, узкие, там они черные такие шакетики. У меня и Зара. У меня его, они просто одинаковые. Да. То есть стиль все равно. Да. Не зря в отместе. Я вон все, все снимаю. Ты что, ты тут воруешь? Да. Сегодня был прекрасный день, друзья. Это называется кто остался? Девчонки. Ну что ж, этот рабочий день закончен. Он был прекрасный, было много народу, все такие классные, счастливые, столько приятных слов. И сейчас вот так. Оставим этот. Чинь-чинь. Друзья, ну что, этот день подошел к концу и он был невероятно насыщенный. Я так рада, что мероприятия стали возвращаться, потому что встречи со своими зрителями, они всегда очень наполняют. У меня сегодня были невероятно классные девчонки, которые действительно очень меня подзарядили, которых я надеюсь, что я подзарядила. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что, наверное, влог подходит к концу. Надеюсь, что он помог вам немножко развеять, зарядил вас хорошим настроением. Я хочу всем пожелать немного поднятия, знаете, духа. И, конечно же, всего самого-самого светлого. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok